За моей спиной находится рынок Винка, я только что оттуда уехал. И у меня сегодня расписание очень простое. Обычно я приезжаю на рынок и возвращаюсь домой, на это все у меня уходит 15 минут. Потому что я езжу без талонов, постоянно рискую быть арестованным полицией и быть в убытке на 3 миллиона донгов. Сегодня у меня талон есть, поэтому я задержался на рынке и сделал даже репортаж. Я покажу, как сегодня работают ребята, как они живут там, какие бывают рейды, облавы, как они рискуют. Несколько раз в день сюда приезжает автомобиль, грузовичок. Он грузит огромные упаковки риса в большом количестве и увозит их куда-то на продажу. Женщины работают на износ. Две порции за 50 тысяч, ну их реально можно разделить на три. Дополнительный рис, соусы, супы. В общем, не продают по старой памяти. Эта женщина уже рискует на самом деле, но она смотрит по сторонам постоянно. Как только подъедет полицейский рейд, она тут же закинет в свой хат, в ближайшую какую-то точку с улицы подальше. Это наш мужчина, который лед разводит. Мне кажется, это разные бананы. Вот эти 25 и те 10. Я возмутился, почему 4 дня назад я покупал по десятке. А женщина пояснила, что эти бананы сейчас не везут. Они из другой провинции. Сейчас просто никто не едет. Нет вообще автомобилей. Сообщение нарушено. Поэтому ценник растет. Все равно людям нужно что-то кушать. Окей, Рой, come on. Поэтому продают, несмотря на опасность. Диета на самом деле очень серьезно относится сейчас к этому ковиду. Они очень его боятся. И то, что они вышли продавать, это прям подвиг для них. Мужество. Что? Там каей. Рынок, в принципе, мертвый. В одном месте вот продают что-то и все. Очень быстро. Очень быстро. Потому что вот приехали ребята, которые просто всех сейчас сгоняют. Так, под страхом того, что весь товар сейчас конфискуют. Они выходят и продают хоть что-то. Полиция приезжает. Такие рейды проводят. Приезжают и забирают весь товар. Люди, конечно, этому очень не рады. Но они хотят есть. Они хотят хоть что-то зарабатывать сейчас. Вот это тяжелое время. Но порядок есть порядок. Полиция тоже следит за ним. Вот этим ребятам повезло. Их отпустили. У других только что отобрали весы и товар. Вот это полицейский грузовичок, который приехал сейчас отбирать товар просто у всех, кто продает на улице, кто нарушает правила директивы номер 16. А вообще рынок пустой выглядит сейчас вот так. Тот, кто продает хоть что-то на рынке, продает через вот это ограждение. Потому что далеко не у всех вьетнамцев есть талоны. И тем более, что они далеко не все посещают рынок по дням. Вот так же, как сейчас женщина продает через ограждение. Вот она что-то продала, возвращают деньги. Человек через ограждение купил. Вот так сейчас и происходит торговля на рынках Вьетнама. Только что буквально проезжал здесь полицейский грузовичок, арестовал товары и весов у людей отобрал. И при этом голод не тетка. Люди все равно, как только он уехал, раскладываются опять, рискуют, потому что делать нечего им. Они хотят зарабатывать деньги для того, чтобы жить. С той стороны появится полицейский грузовичок в случае облавы. Поэтому туда постоянно устремлены взгляды всех торговцев. Еще съезжаются. Здесь сидят они, торгуют, раскладывают товары, постоянно озираются по сторонам. Но при этом дед на грабе, вот, пожалуйста, на мопеде сидит и таксует. В принципе, тоже хочет заработать пару копеек, постоянно озирается по сторонам. При этом сидит, рискует. Все равно старается найти хоть каких-то клиентов. Женщины впереди явно прострация. Они приехали торговать сюда, разложиться на улицах и продавать свои овощи. А при этом увидели, что ездит грузовичок. Я даже не знаю, вот они сейчас раскладываются, рискуют. Но если грузовик проедет вновь, он просто у них все отберет. Вот как сейчас живут рынки вьетнамские. Через такие ограждения они передают все внутрь. Сейчас нарубит льда и будет передавать лед прямо через такие ограждения. Попасть внутрь, он не имеет права. Такие же добрые в душе, как и были. Такие же добрые, неунывающие. Он режет лед, сейчас будет передавать. Он не имеет права зайти внутрь. Вся территория обнесена сейчас забором металлической сеткой, рабицей, обтянутой. Если ты хочешь что-то купить, то под забором с той стороны сидят продавцы. Ты покупаешь, они передают тебе через это ограждение прямо. Ань, окей, я хамдук. Я его спрашиваю, может ли он внутрь попасть? Он говорит, нет, не могу. Лед он рубит здесь. Сейчас будет передавать тем ребятам, которые пользуются на рынке. Открыли ограждение сейчас просто для того, чтобы мусорку завезла уборщица и вывезла обратно. Вот такой сеткой огражден Винхай. Чудам закрыт вообще. На чудами нельзя сейчас работать, потому что там обнаружили больных ребят. На Винхай пока, слава богу, больных нет, поэтому им разрешают торговать. Но все равно территория рынка обнесена таким вот забором. И если ты хочешь попасть внутрь, у тебя либо обязан быть талон, либо ты подъезжаешь к этому забору, покупаешь, у ребят тебе передают прямо через ограждение все. Вот как это происходит. Спереди вы видите, ребята подъехали к сетке, они разговаривают с продавцами. Продавцы тут же взвешивают, им продают через забор. И так продавать можно. Недалеко от отеля Сенни Абэй есть квартал, который сегодня закрыт на карантин. Пошли заболевшего человека и весь квартал полностью закрыли на карантин. В обычное время здесь, на этой улице продают еду и продавали кофе раньше. Сейчас, конечно же, все точки торговые закрыты. Это и так повсеместно. Даже погода сегодня мрачнее, чем обычно. Она как будто чувствует настроение человеческое. Но море при этом у нас все так же шумит. Субтитры сделал DimaTorzok